Недельная глава Тецаве Интересно. Недельная глава Тецаве Начинается Зажигание Масла светильника А ты укажи сынам Израиля Возьмут тебе Шемен заис Оливковое масло зорчистое Косис толченое Рамоя для освещения Рарис нер Поднять Зажечь свечу Томит постоянно Каждый вечер зажигали Светильник Там было 7 чашечек И зажигали Все эти чашечки Что значит толченое? Это значит так Для светильника Нужно было особое качественное масло Брали с верхушки И дерево Что там более Больше масла И только Только в ступке Выжимали Но не перемалывали Не перемалывали То есть это было чистое Первые капли чистые Без остатков А для, например Для Мучных жертв Маноход Там Там и последующее масло Хорошо Между прочим То, что пишут На бутылках Зах Это значит Совсем другое Это масло берут Проходит какой-то процесс Изменения Обработки Там просто Это естественное масло Как его Выжимали И Но только Самое первое Это то, что Зах Который написан в Торе Беоумэйд Оеумэйд Это основное место Службы Это более внешнее Мы же говорили Что есть Оеумэйд И есть Святая святых Кодыша Кодыши За занавеской И занавеска Разделяла Между Кодыш Святым И Кодыша Кодыши Святая святых А широкий дус Который на свидетельстве То есть Там были же Скрижали Которые свидетельства Между Богом И еврейским народом Ярехе Ото Будет Подготавливать Его Аарону Ванапа Аарон и его сыновья От вечера до утра Это означает Что они должны Налить столько масла Чтобы горело От вечера до утра Они должны Изначально Налить Достаточно масла Так Приводит Раши Что наливали Половину Лог То есть Это объем Трех яиц Что это достаточно Даже на зимние Долгие ночи Но это Наливали На На все ночи Зимние Летние Весенние Осенние На все ночи Лифны Одиной перед Богом Хук Асэйлом Адересэйхем Вечный Завет Адереса На их поколение Мейзна Исроил Ациновей Израиля То есть Это Каждую Ночь Должны были Зажигать И это Надо знать Что служба В храме Продолжала Общественная Служба В храме Продолжалась И в шаббат Тоже Один барашек Утром Один барашек Вечером Зажигание Светильника Общественная Постоянная Служба Продолжалась И в шаббат Это значит Тамид Постоянно А теперь Большая часть Содержания Глава Имеет Еще Два Важных Две Важных Части Первая Часть Как Выглядели Одежды Обычного Коина И как Выглядели Одежды Первого Священника Коин Гадо Еще Часть Нашей Главы Занимается Тем Занимается Подготовкой К Открытию Мишкана Открытие Мишкана Было Первого Ниссана Второго Года После Выхода Из Египта А Семь Дней До Этого Моше Ставил И строил Мишкан Проводили В нем Определенную Службу Подготовки А Затем Его Разнимал И так Семь дней Ставил И разнимал На восьмой День Уже Поставил И не разнял Я слышал От Папы Затем От имени Ребе Изгур Который Был Между Первой И Второй Мировой Войной Он Говорил На это Интересное Объяснение Почему Именно Семь Раз Надо Было Ставить Разнимать Это Как бы Говорило О будущем Что Произойдет У еврейского Народа Святые Места Было Семь Мест Временных Которые Строили И Разнимали Они Были Разрушены А восьмое Уже Будет Стоять На веки Какие Семь Мест Мишнав Звахим Их Перечисляет Во-первых В пустыне Затем Когда евреи Вошли В страну Было В Гилгале Затем Было Щиле 369 Лет Щиле Был Разрушен Перешли Вновь Вновь Был Разрушен Не Прошу Прочения Щиле Был Разрушен Перешли Вновь А потом И снова Перешли В Гивон Уже Пять Первый Храм Который Потом был Разрушен И второй Храм Всего Семь Еще раз Мишкан В пустыне Гилгал Шиле Нов Гивон Первый Храм И второй А третий Будет уже Стоять Теперь Мне кажется Что будет Яснее Если Я Просто Разнес Разнес Своими Словами Как Выглядели Эти Одежды Интересно Что Раши Пользуется Этим Путем Объяснений И как Выглядел Этим Начнем С одежды Обычного Коина А вообще То Было Три Типа Одежды Одежда Обычного Коина Одежда Первосвященника На весь Год И одежда Коин Годала Первосвященника На ту Службу Которая Ими Относится Именно К дню Йом-Кипур Там Он одевал Все одежды Только Из льна И То есть Это три Виды одежды Теперь Начнем Одежды Обычного Коина Обычный Коин Одевал Четыре Одежды Штаны Приблизительно От пояса Морчуть Выше И до колени До колен Впрочем Одежды Обычного Коина Все были Из льна И каждая Нитка Должна была Быть скручена Из шести Ниточек Значит Штаны От пояса Чуть выше До колен Рубашка Эта рубашка Была Похожа Ну Как Сказать Она Была Почти До пят И в ней Были Рукава До Ладони И Рубашка Должна Была Соответствовать Размеру Коина Поэтому Были Были Разных Размеров Наверное Штаны Тоже Должны Были Соответствовать Размеру Были Разные Теперь И каждый Коин Брал Соответственно Своему Своему Росту Своему Размеру Если Теперь Рубашку Ткали И там Должны Быть Ячейки Рукава Ткали Отдельно И Шивали Одежда Коина Должна Была Быть Чистой И Должна Была Соответствовать Размеру Если Она Слишком Большая Или Слишком Маленькая Нельзя Было Не Проводить Службу И Коин Не Имел Права Проводить Службу В Чем В Каких-то Других Одеждах Кроме Этих Он Не Имел Права Ничего Прибавить Даже Тфелин Для Головного Тфелина Было Место Которое Было Открыто Было Вне Шапки А Ручные Тфелин Коин Не Мог Одевать Не Имел Права Одевать Потому Что Это Было Бы Хасица Разделения Между Между Рубашкой Его И Между Телом Он Должен Одевать Одежду На Теле Без Никакой Прибавки Одев Головный Тфелин Он Мог Одевать Не Приводится Что Он Должен Б Он Мог А Ручные Нет Штаны Штаны Рубашка Затем Пояс Пояс Был Длиной 32 Локтя То Если Принять Рокоть Приблизительно Полметра Это Было Около 16 Метров А Ширина Его Была Три Пальца Вопрос Сколько Палец Есть Мнение Два Сантиметра Есть Мнение Два С Половины Если Два То Шесть Три Пальца А Если Два С Половины То Семь С Половины А если Что-то Среднее Допустим Все Три Палец Это Вот Этот Большой Палец Его Ширина Так Было И Только Он Его Крутил Обкручивал Обкручивал Сколько Раз Надо Было Зависит От Размора Живота Наверное Я Я Понимаю Что Это Было Немножко Выше Живота Или Скажем По-другому До Куда До 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 Шапка Обкручивал Он Острый Наверху Есть Еще Мнение Но Обкручивал Так А Вот Эта Шапка Может Быть Как Шапка Первого Священника Та Самая Но Немножко Выглядит По-другому Если Вы Обратили Внимание Наверху Вот Это Это Четыре Одежды Обычного Койна Теперь Все Эти Одежды Были Изолина И Как Мы Уже Говорили Что Каждая Нитка Бывает Шести Ниточек В Талмуде Теперь Так Первый Священник Когда Он служил В храме В Йом-Кипур То У него Было Два Вида Служб И Это Как Говорится Два Статуса Служба Была Служба Которая Связана Именно С Искуплением Этого Дня Йом-Кипура А Была Служба Обычная Каждодневная Скажем Два Барашка Еще Так Было Правило Службы Йом-Кипура Он Делал В белой Одежде Только Изолина То есть Это Были Четыре Четыре Одежды Как У обычного Коина Штаны Рубашка Поезд И Шапка Только Эти Четыре И Этот Поезд Теперь Служба Которые Он Делал Как В обычный День Он Одевал Свои Восемь Одежд Которые Мы Сейчас Разберем Всегда Когда Он Менял Одежду От Как Томуд Называет Белых На Золотые И Золотых На Белые Он Должен был Каждый раз Окунаться Окунаться И Он Должен Был Дважды Мыть Руки И Ноги Всегда Коин Перед Службой Должен Был Мыть Руки И Ноги А При Переодевании Он Дважды Руки И Ноги И Окунался Всего Первосвященник Говорит Нам Мишна Окунался В Йом Кипур Делал Пять Окунаний И Шесть Раз Мыл Руки И Ноги Как Вы Это Понимаете Я Видел Очень Интересное Объяснение Что Окунание Говорит Об Изменении Статуса Служба Которая Связана С Йом Кипур Это Один Статус А Служба Которая Делает В обычный День Другой Статус Изменение Статуса Перед Изменением Статуса Он Окунается Окунание Делает Произведение Символическое Изменение Статуса Коина То же Самое Скажем Когда Женщина Окунается Она Была Нечистой Становится Чистой Не Евреи Окунаются В Микве А Выходит Из Миквы Евреи Что это В чем тут Символика Я видел В одной книге Очень интересное Оригинальное Объяснение Когда Человек Когда человек Входит В такую Сферу В которой Он жить Там В этой Сфере Не может И он Весь полностью Погруждается В воду Человек Может жить В воде Я имею в виду Просто Человек Как он Есть Без Никаких Приспособлений Человек Там останется Несколько минут Он умирает То есть Символически Когда человек Входит В такую Сферу Такую территорию Где он Естественно Есть Он там Останется Он умрет То символически Тот Который Вошел Как бы Ушел А сейчас Из воды Выходит Другой Выходит Другой Человек Нечистый Вошел Чистый Выходит Не еврей Вошел И остался В воде А из воды Вышел Еврей Нечистый Человек Вошел В микву А из воды Вышел Другой Человек Чистый То же самое Вошел Первосвященник В одном Статусе Тот Остался В воде А вышел Другой Теперь В одежде, которую первый священник одевал Когда он совершал службу Йом-Кипура Все одежды были льняны А обычный коин Когда он совершал службу Он совершал тоже в четырех одеждах В Талмуде приводится об этом спор Все три одежды были определенно из льна И пояс тоже был из льна Рубашка, штаны, рубашка И шапка была из льна, только из льна А вот, а как с поясом? В Талмуде есть два мнения Есть мнение, что обычный коин Его пояс был только из льна А есть мнение, что там были вотканы Нитки шерсти разного цвета Голубые, пурпурные, красные То есть основа его была из льна Но там были и другие нитки тоже Рамбам пишет по этому мнению То есть получается, что пояс обычного коина Был шатны, скилай Это мы разобрали одежды обычного коина А как бы выглядели одежды первосвященника Значит, во-первых, он одевал Те же четыре одежды, которые одевал обычный коин Рамбам пишет, что когда ткали шерстяные нитки То у первосвященника ткали в более красивой форме Я не совсем точно понял, как Но это было по другой форме Там тоже были вотканы шерстяные нитки Основа была лен Основой был лен Но там были вотканы также шерстяные нитки Только у первосвященника было в другой форме Более красивой Это четыре одежда, как обычно А у него прибавляли еще четыре предмета Я бы сказал, три одежды и еще один, как корона Был хошен и фод И был меил Меил была верхняя одежда И был еще предмет циц Был на лбу Аарона Золотая пластинка На которой было написано Кодеш-ла-шэм И Талмуд говорит Что у коина между шапкой и пластинкой Было еще свободное место В которое он мог одевать головные тфилин А ручные тфилин Мы уже говорили, что он Не имел права одевать во время службы То есть если Если обычный коин Или коин году хотел Одеть еще одежду Он не имел права То есть одежду под одеждой Которую он Под той одеждой, что он одевает Нельзя было Потому что это бы разделило Между той одеждой и телом А эту одежду он должен был одевать на теле Теперь коин одевал Верхнюю одежду Меил Как выглядел Меил? Знаете, что мы пока оставим Меил и разберем его дальше Но сейчас он одевал Меил И на него одевал Хошен и Эйфот Намеил Теперь, как выглядел Эйфот? Эйфот выглядел как... как Раши говорит... как... ну... Раши говорит как... что-то, что он видел... что на этом были люди, которые... уважаемые люди... Женщины, которые скакали на конях Давайте выразим тому, что мы видели... Женский передник... вы знаете как он выглядит? Так это передник... то есть... не передник... женский... что? фартук... женский фартук... но как раз наоборот... женский фартук... он впереди... а... и фот сзади... фартук... но как раз наоборот... У фартук был пояс... мы уже говорили... что Эйфот и Хошен надевают на Меил... так он надевает Меил и опоясывается поясом Эйфота... теперь так... у Эйфота от его основания сзади были плечики, которые поднимались вверх... и тут они... и тут вот были... была часть, которая была на плечах... и тут были прикреплены два камня Шоама... а на них были написаны имена двенадцати колен... шесть на одном камне... шесть на другом... по порядку их рождение... так написано... шесть имен... шесть имен... шесть имен колен на одном камне... шесть на другом... Затем... был... Хошен... Хошен... привыкли называть его нагрудник... то есть он... Хошен был размером... локоть на пол локтя... его складывали... а все... между ними вставляли написанное имя Бога... Хошен... в Хошене были... четыре... четыре ряда камней... разные бриллианты... которые тут написаны... я видел... в некоторых переводах их переводят... но... что я могу говорить... когда я не... иди знаю насколько переводы точны... я не... даже и в переводах... я небольшой специалист... в названиях... разных бриллиантов... они тут... они тут названы... четыре ряда... первый... Одэм Петэдау Варэкет... второй... Нофэх Сапир Вйогалём... третий ряд... Гэшем Швовы Ахляма... четвертый... Таршишием Вйё Швы... я видел переводы... особенно... в переводе Торэра Барья Каплана... он приводит там несколько мнений... ведь были бриллианты... любопытно... что одно из двенадцати камней... оно было так же и на плечах... шоам... тут были два камня шоам... эээ... теперь... ээ... из каких... из чего ткали... хошен и ифот... ээ... из чего... из чего были сотканы... нитки... хэ... хошен и ифот... ээ... 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 шерсть... были... шерсть окрашенная... тхэйрэд голубая... была аргаман... и была тхэйрэд... шоня... то есть три... три вида шерсти... которые окрашены по-разному... и бульон... брали так... брали... шесть ниточек... голубой шерсти... тхэйрэд... тхэйрэд голубой шерсти... и одну... ниточку золота... и скручивали... и скручивали вместе... сколько вместе? семь ниточек... затем брали так же... шесть ниточек... аргамана... и... 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 одна нитка... ээ... и одна нитка... золота... шесть ниток... пурпурной шерсти... и одна нитка... золота... ниточка золота... скручивали вместе... затем... шесть ниточек... кто рад, что они по красным и красным... червячка... шесть плюс один... семь... шесть ниточек лина... и одна ниточка золота... опять семь... четыре раза по семь будет... двадцать восемь... из этих... то есть была одна нитка... и двадцать восьми... ниточек... и... из этого ткали их... хошен... и... вот... наверное... нитки были... довольно толстые... а... хе... если она бывает... из двадцати восьми ниточек... теперь... хошен... и фод... должны были быть... именно соединены... и они не должны отделиться... один от другого... для этого их соединяли... и сверху... хошена... и снизу... тут была такая... как ячейка... ячейка была построена... сделана специально из золота... а... у хошена... ну... тут как раз... нарисован хошен... видите... видите... как выглядит и фото... а... видите... хе-хе-хе-хе... он... и он уже был... все это переливалось цветами... гол... голубой... пурпурный... красный... а лен он же белый... а золото... жёлтое... все это переливалось цветами... хе-хе-хе... было очень красиво... вот тут он рисует... как выглядит его соединение... хошена и фото... сверху... видите... вот тут было колечко... хошене... хошене... представьте себе... что я кинь году... на секунду... так тут есть... колечко... справа... и колечко слева... а... тут есть такая... ячейка... куда... встал... вставляется... берут... золотую цепочку... проводят... и оба края... как... Такраши принимает... вставляли вот сюда... в ячейку... это справа... а слева... тоже было... э... было колечко... брали цепочку... и... вставляли... оба... оба края цепочки сюда... это сверху... а снизу... с нижней стороны... хошена... были... с нижней стороны... хошена... были.... то же... колечко... с нижней стороны... и... с эйфодор... с задней стороны... было... тоже... кольцо... кольцо с этой... и с другой.. и они... соединялись... голубой... ниточкой... тхэвэрт... Видите, вот эти голубые нитки, тхэвэд, справа и слева, и есть запрятторы, чтобы хошэн не отошёл от эйфот, они должны были быть соединены. Какой он одевал? Раньше он одевал, одевал мы ил, на него эйфот опоясывался и одевал хошэн, соединял, и потом, теперь, как выглядел, а теперь, как выглядел мы ил? Мне не радует, что выглядел приблизительно то же самое, как и рубашка, то есть рубашка, как она выглядела, как ночная рубашка, но очень длинная, до 5, и с рукавами, так выглядела рубашка. А как выглядел мы ил? По мнению Раши то же самое, но она была наверху. А по мнению Рамбана, ил выглядел по-другому. Он был только, он был без рукавов, и сверху он был соединён, соединён, а тут были две полы, две части. Можно было их закрыть и открыть. Так написано, ка ме ил я те, ка ме ил он закутывается, то есть это было разделено, и так он мог соединить, разъединить. Теперь он надевал шапку и был, теперь у ме ил, а у ме ил были как гранатики и колокольчики. Понятно по форме. Колокольчики были из золота, которые звенели, когда он шёл, смеил. И гемора, так там написано было 72, 36 правой стороны, 36 левой. Теперь, из чего были сотканы гранатики? Так, делали их из... Гранатики делали из трёх видов шерсти, трёх цветов. Из... из трёх цветов тхэгет, аргамантов, отшанин. Так, искали из этих трёх видов. Теперь, а как выглядели гранатики и колокольчики? Так интересно. Раши учат, что они были один возле другого. Гранатик, колокольчик, гранатик, колокольчик, гранатик, колокольчик. А мнение Рамбана, что колокольчик был внутри гранатика. То есть был гранатик, а внутри него был колокольчик, который немножко выступал вперёд. И когда кое-годно ушёл, то это создавало шум. Интересно. В Торе же написано, что колокольчики делают гранатики и колокольчики бетухам, внутри них. По Рамбану, понятно, внутри них. Значит, внутри них, внутри каждого гранатика колокольчики. А как это по Раши? Папа с отцом объяснял очень просто. Гранатики были же значительно больше, чем колокольчики. Когда тут гранатик и тут гранатик, а между ними более маленький колокольчик, это видится как он внутри них. Внутри них. Внутри них. Обычный коин в четырёх одеждах, а первый священник обязательно в восьми одеждах. А если без них, то он не считается коином, и большое наказание, если он проводит службу. Смерть от Бога. Если он без одежды, то он как чужой, а никакой. И был ещё предмет, это как корона. Пластинка, кодыш-машин. Вот тут нарисовано, как это выглядело. Вот тут. По разным мнениям. А вот тут нарисовано, что была такая, как называется... Проводили тут, как... Водили сюда. Так, чтобы всё соединялось, соединялось на затылке. Это было как... Это было из голубой шерсти. Он вставлял это и соединял, и соединял на затылке. Отлично. Возьми... Может, тут у вас было много? Возьми... Он вставил геморру-арахин. Это вместе с пхарат. Вот это ленточка, которая соединяла... Это вместе с ... Пхарат. Так, вот эта ленточка, которая соединяла... Циц присоединяла, присоединяла циц, эту коронку к голове Аарона. По мнению Рамбома была одна лента. По мнению Раши было три ленты, они все соединялись на затылке. Есть интересный геморраг насчет важности этих одежд, и что эти одежды имели особую силу прощения. Геморраг говорит, что одежды коаним, сразу же за ними идет глава принесения жертв. Правильно? Так геморраг говорит, что они написаны одна возле другой не случайно. Как жертвы, которые приносили эти семь дней, это же идет сразу после этих одежд. Как жертвы имеют силу прощения, они прощают, так и одеждой коинов прощают. И каждый имеет свою сторону прощения. Рубашка, прощайтесь, и не дай Бог, было проливание крови. Какое это имеет отношение? Вы помните в истории с Йосифом? Что написано в истории с Йосифом? Что они взяли, воид было это окуто, но потом они окунули рубашку в крови. Штаны прощают на разврат. Написано. Васы, ле, михна, сей, вад. Делай им штаны из льна. Покрыть места, которые должны быть закрытыми. Так это прощает на разврат. Если не дай Бог, был разврат. Мицнефе шапка. Мехаперет алгасы и оруах. Гордых людей. Какое это имеет отношение? Шапка, она же выше всего из одежды человека. Она выше. Так это прощает на тех, кто считает себя выше всех. Пояс прощает на нехорошие мысли сердца. Это возле сердца пояс. Хошен прощает на, если судили несправедливо. Написано Хошен Мишпат. Мишпат – это справедливый суд. Эйфон прощает на идолбоконство. Меил, верхняя одежда Меил прощает, если кто говорил о Шонаре. Это говорит… Понятно. Если человек что-то нарушил, он должен это исправить. То, что есть Коэн и Коэн Гадоу, это не снимает человека его обязанности. Но тут написано в Геморре, что это имеет определенные силы прощения. Меил прощает на Ла Шонара. Меил прощает на Ла Шонара. Бог говорит так, что пришло то, что говорится голосом, создает голос. Когда Коэн шел, колокольчики звенели. И чтобы простить на то, что человек говорил и вышел его голос. Тит на лбу – это прощает на нахальство. Написано… Тут написано о мейцах на лбу. Написано мейцах и шо зейно мецах. Лоб развратной женщины было. То есть эти одежды имели силу прощения. Теперь, у первого священника были… Если первый священник был достойным, то его спрашивали, и он давал ответ. И это определенный уровень пророчества. Это называется… Второй называется урин вэтумин. Это проясняет и это так выходит. А кто имеет право спросить? Царь, Безн, еврейский верховный суд. Он мишен от сибур царихай. В ком общество нуждается? Вот, например, Давид, еще перед тем, как он был царем, он проводил операции против филистимлян. И он приходил к первосвященнику и спрашивал, где эту операцию делать, не делать, выйдет удачно, не выйдет удачно. В книге Шофтим и в книге Шмуэл рассказывается несколько случаев, как спрашивали у первого священника. Но интересно, надо знать, что ответ был на вопрос, который спрашивали. Как задавали вопрос, так получали ответ. Сейчас же такого нет. По конечку, это было, когда был первосвященник. Определенный уровень пророчества. Сейчас у нас и пророков тоже нет. Знаете, сколько лет нет пророков? Больше, чем 2300 лет. Урин Ветумим, это определенный уровень пророчества. Интересно, что пророчество, сказанное через Хошин, Урин Ветумим, оно определенно должно выполниться. Пророчество, сказанное пророком, если это на плохое, оно может быть отменено. Все, конечно, помните историю с пророком Юна, который пророчествовал про Нинвей, как этот город будет разрушен. Они исправились, и город Инвей не был разрушен. Это пророчество именно на плохое, оно может и измениться. Пророчество на хорошее измениться не может. А пророчество, то есть Урин Ветумим, то, что выясняется через Хошин, не может измениться. Так была возможность в то время, когда был первый священник, и были Урин Ветумим. Но это было только когда евреи вошли в страну, и во время первого храма. А потом уже этого не было. Во время второго храма не было Урин Ветумим. Знаете, как это выглядело? То, кто спрашивал, был лицом к коему первосвященнику, кого он спрашивает. А то, кто спрашивает, лицо его направлено к шхыне, к Урин Ветумим, который не был тут. Его глаза направлены к Хошину. Урин Ветумим, который на Хошине. Откуда он получает ответ? На Хошине были все буквы. И он смотрел, какие буквы. Какие буквы выделяются? Какие буквы выделяются? Теперь. Он видит буквы, которые выделяются. Но он еще кое-году должен был быть достойным, чтобы правильно соединить эти буквы. Из тех же букв можно соединить разные слова. Для этого первосвященник должен быть достойным. То есть это был такой уровень пророчества. Но опять-таки это пророчество мог спросить только, как мы уже говорили, царь или Верховный суд, или тот, в ком общество нуждается. Проводит какие-то особые операции против врагов для страны. Он мог спросить, выйти на эту операцию или не выйти. Будет удача или не будет. А на хошине были все буквы. Гемора спрашиваются, как там были все буквы. Если вы обратите внимание, в именах всех колен есть несколько букв, которых не хватает. Допустим, цадыка нету. Нету куф, нету хэс, нету тэс. Гемора на это отвечает. Кроме имен колен, было написано имена отцов Авраам, Ицхак и Яков. Так есть и цадык, и хэс, и куф. И чтобы был тэд, шифтэ и шурун. И коэн должен быть достойным, чтобы он получил верный ответ, чтобы он сумел правильно прочитать ответ. Буквы, которые высвечиваются, можно соединить по-разному. В книге Шофтым и в книге Шмейл, как я уже упомянул, рассказывает о том, что спросили. Тавид спрашивал, выйду сюда, не выйду. Времена войны с Бениамином тоже спросили. Кто же? Там же война вышла неудачно. Как же? Смотрите. Они спросили вопрос у нас так. Кто должен выйти первым? Ответ был, Иуда должен выйти первым. Они не спросили, выходить на войну или нет. Кто должен выходить первым? Получили ответ, Иуда. Вы видите, надо уметь верно задавать вопрос. Мы видим, как насчет коина простого первосвященника, мы видим, какую важность создают их одежды. Приводится, что коин без одежды считается, как чужой. По-видимому, одежда занимает важность, как человек выглядит, как он идет. Вообще-то мы, кажется, об одеждах мы разобрали. И более-менее стало более ясно, как они выглядели одежды. Между прочим, чтобы вы знали, что коины служили босиком. Потому что они, как мы уже говорили, одевали только эти пять одежды. Эти четыре одежды. Они одевали только эти четыре одежды, и они служили босиком. Летом, весной, осенью, зимой. Не важно. Они служили босиком. Продолжение главы, как посвящение коинов к службе, и семь дней. Эти семь дней выходило так. Надо было приносить определенные жертвы животных и мучные жертвы. И выходило так, что Моше выступал в качестве коина. Тех, которых принимали в качестве общины, та, которая приносила жертвы. Моше был эти семь дней коина. Он одевал Аарона рубашку. Умыйил Эйфельд, Хейшен, опоясывал. И он ложил шапку и положил золотую корону. И он помазал его маслом помазания. А потом сыновей он приблизил. Их он одел рубашки. Опоясывал поясом и одел им шапки. То есть он их вел стать коаним. То есть эти семь дней Моше был коина. Тут приводится, какие жертвы приносили. А вы знаете, за что Аарон заслужил стать коином и все его дети, чтобы были коаним? Чем он это заслужил? Знаете, чем? У Аарона было особо доброе сердце, которое не знало зависти. Почему Моше не хотел идти и выводить еврейский народ? Он же так любил еврейский народ и болел за него. Почему он не хотел? Моше не хотел занять место Аарона. А до этого Аарон был всегда посланником Бога к еврейскому народу. А Моше не хотел занять место старшего брата. Аарон. Так Бог потом сказал Моше, пойдешь, он тебя увидит. Ты встретишь Аарона, он тебя увидит и он будет рад в сердце. величию Моше. То есть, положение же такое, что Аарон был представителем посланником Бога к еврейскому народу, а Моше занимает его место. И приводится, что Аарон будет рад в сердце величию Моше, и что Бог послал Моше. Такое сердце, которое далеко от зависти, не имеет ни капельки зависти, на это сердце одевают Хоше. И поэтому он заслужил бы стать Коэном на веки веков. Он и его потомки. Этим мы кончаем сегодня. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.